Доброго дня! Давайте проверим качество связи. Если меня слышно хорошо, пожалуйста, те люди, которые сейчас в интернет, поставьте, будь ласка, какой-то знак. То есть плюс, лайк, еще что-то. Давайте проверим звездок. Прошу сообщить, насколько хорошо меня слышно. Если связь нормальная, пожалуйста, дайте обратную связь и мы начнем сегодняшний стрим. Пишут, что связь хорошая. Хорошая. Доброе. Давайте начнем. Вчера мы с вами вспоминали Иловайск, вспоминали, что четыре года назад случилось на фронте, что после этого произошло в нашей внешней политике. То есть у нас пошли минские соглашения, которые значительная часть населения называют минскими договорниками. И мы вспомнили о том, что за четыре года дело в суд так и не передано. Есть чутки, плитки, разговоры, но ничего не слышно про юридические решения. И сегодня вышли интервью начальника генерального штаба Муженко по Иловайску. И тут же очень большая рать жополизов, я иначе их назвать не могу, которые называют себя некоторые волонтерами, некоторые висковослужбовцами, но по сути свои они жополизы, платные либо за карьеру, начали опять разгонять дезинформацию народу Украины. Друзья, я хочу поговорить сегодня про Иловайск, почему расследование за четыре года не закончилось судом, почему мы с вами не смогли этого добиться. Второе, мы поговорим про все эти чутки и плитки, я отвечу на любые вопросы. И давайте догонимся так. Я сегодня выступаю в качестве народного депутата, в качестве человека, который занимает конкретную должность, а именно первый заступник головы парламентского комитета испытаний нацбеспеки и обороны. Голову этого комитета вы знаете, это народный депутат Пашинский. Сразу хочу сказать, что оно именно так по одной простой причине. Командиры батальонов, которые пришли в Народный фронт в 2014 году и имели большее количество мест в парламенте, так решили, что Пашинский достоин возглавлять этот комитет. Я являюсь первым заступником. Так вот, я человек, которому значительная часть избирателей народа Украины поручила разбираться в вопросах национальной безопасности. Я хотя не имею полномочий, кроме депутатских, тем более, что в системе коррумпированной, в системе олигархической мои возможности очень ограничены. Но я буду говорить абсолютно официально с полной ответственностью за свои слова. Ну что, поехали. По поводу Иловайска. Что сегодня заявил пан Муженко? Он заявил, что Иловайск стратегического значения не имел. То есть для него Иловайск это не стратегическое значение. Дословно он сказал следующее, что Иловайск в августе 2014 года не имел стратегического значения для сил антитеррористической операции. Представлял определенный интерес для нас, как большая узловая станция, и он в наших планах рассматривался как один из тактических эпизодов. Тактические задачи, которые решались в ходе всей операции. И рассказал о том, что была задействована в этой операции подразделение Сбройных сил Украины, а именно сводная рота 51-й бригады и ротно-тактическая группа 17-й танковой бригады. Был также батальон Кривбас, который являлся батальоном территориальной обороны. Ну и были добробаты Донбасс и Днепр. После появились другие милицейские подразделения. Я хочу прежде всего сказать тем людям, которые помогали Муженко и Параншенко все четыре года врать обществу. Все те, которые, нося погоны, называя себя журналистами, называя себя волонтерами, называя себя народными депутатами, потеряв всякую совесть, нагло и цинично врали людям о том, что добровольцы сами себя загнали в котел, о том, что добровольцы никому не подчинялись, о том, что какие-то деньги были заплачены Корбаном, командиром батальона, я могу понять, когда грязь используется в отношении политиков. Да, я не знал в 2014 году, куда я шел, но то, что я попал в одну коробку, в одну банку с циничными людьми, абсолютно беспринципными, мне стало понятно. Но как можно четыре года, смотря в глаза вдовам, сиротам, отцам, женам, матерям погибших, рассказывать, что по сути их дети, мужья, отцы погибли по дурости? Как можно рассказывать, что они сами себя высекли или загнали в котел? Давайте посмотрим только факты. Уже вот это заявление показывает, что именно Сбройные силы Украины и их руководитель Муженко были авторами этого тактического плана. По поводу того, что Иловайс не имел стратегического значения, очередная брехня. В 2017 году была блокада торговли с оккупантами. И если кто посмотрит на карту, если бы не было сдано сначала Иловайского узла железнодорожного, а потом Дебальцевского буквально через полгода, то никакое снабжение России войск, оккупантов на Донбассе, а самое главное, никакая многомиллиардная торговля с оккупантами, которая приносит большие сверхдоходы и Порошенко, и Ахметову, и компании разноманитных от олигархов до прокуроров и полиции было бы невозможно. Так вот, Иловайск имел значительную стратегическую ценность, потому что это был крупный железнодорожный узел. Это первое. Второе. Вот этим заявлением уже Муженко признал, что именно он проводил этой операции. Третье. Давайте посмотрим на статистику. Из 351 погибшего и умершего от ран в результате Лавайской операции 233 человека, посчитайте сами какой это процент, две трети, это погибшие военнослужащие Збройных сил Украины. Вопрос. Если добровольческие батальоны сами пошли что-то штурмовать, откуда погибших две трети Збройной силы Украины? Если вы посмотрите видео, известное радио Свобода, штурмы Лавайска, вы увидите минометы тяжелые, которых не было у добровольцев. И самое главное. Командир, один куратор батальона Кривбас больше года назад предоставил копию приказа, по которому туда были перемещены, в том числе, добровольцы. Все добровольцы подпредковывались беспосредним к керамикам, командирам своих батальонов. Если это были батальоны МВД, они подпредковывались генерал-полковнику Юровому. Если это была Насгвардия, они подпредковывались полтораку, командующему Насгвардией. Я лично получал подтверждение приказа от полторака, нынешнего министра обороны. И теперь вопрос. Еще раз. Я понимаю, когда врут люди, которым есть что терять. Люди, которым отвечать за Дебальцева, за Иловайск, за Небесную Сотню, за разворованные богатства страны, за вранье, покалеченные доли. А я хотел спросить тех, кто носит здесь погоны и брешет по телеэкранам, помогая муженко. Тем, кто называет себя журналистом, тем, кто говорит, что он волонтер. И разносит эти чутки-плетки. Вы, мрази, спите хорошо, когда говорите родственникам погибших, по сути, что они погибли зря. Но это лирика. Давайте дальше пойдем. Я хочу, чтобы вы оценили уровень брехни по Иловайску в течение двух минут. Я сейчас обращаюсь не к патриотам, не к людям с активной жизненной позицией, которые сами могут отличить правду от лжи, которые интересовались чем-то. Я обращаюсь к тем людям, которым поездили по ушам за два года, за четыре года, которые считают, что, например, я там аферист и мародер, откуда-то сбежал, кого-то бросил, что Порошенко с муженко стратегические гении, что они не врут, что у нас армия, что у нас реформы. Давайте посмотрим два момента. Первый момент. Верховный главнокомандующий президент Украины Порошенко рассказывает, почему произошел Иловайский котел. Я включаю. Пожалуйста, слушайте. Вот я показываю. Пытание Иловайску, какие были выкоплены, на мою думку, двума важливыми причинами. Первый – это сдача позиции, которые позволили взять уточнение. Второй – я сейчас уже могу про это сказать. Ударная группировка, которая имела подъехать с уведомленной боевиздательности, сотрималась на три дня. Три дня поддерживать. Или, если бы она подошла по плану, наши действия были бы картинальными. И рейдовые операции этой группировки в третьем-четвертом. Это было. Это интервью дал президент Порошенко в 2014 году. Те, кто плохо расслышал, могут ознакомиться с этой записью в интернете, скажу громче. Причины, по мнению Порошенко, первое – то, что отошел ряд частей, я хочу сказать, каких – Сбройной силы Украины. И второе – это то, что якобы запоздала помощь на три дня. Было расследование парламентской комиссии Верховной Рады в 2014 году. Было расследование ГПУ – Генеральная прокуратура Украины. Давайте посмотрим, что говорит по этому же поводу через определенное время подчиненный Порошенко, Луценко, главный военный прокурор Матиос. И сравните две версии. Генеральная прокуратура Украины Верховный главнокомандующий заявляет, что помощь была, что она задержалась на три дня. Военный прокурор заявляет, что во всем государстве было 168 бойцов боеспособных, которые могли бы помочь. Я не буду вам говорить, сколько сотен тысяч у нас численность Збройных сил Украины. Вместе с милицией, нынешней полицией, вместе со СБУ. Я не буду говорить, что всего лишь несколько тысяч россиян зашло 24 августа 2014 года на территорию Украины. Зашло на то место, откуда были убраны подразделения Збройных сил. И в походной колонне, не встречая никакого сопротивления, прошествовало к месту Иловайска. И взяло Иловайск в кольцо. 23 числа, 24 числа, 25 числа, 26 числа еще можно было, когда не было никакого окружения, вывести войска из Иловайска, либо отправить им на помощь подмогу, которая якобы была и затрымывалась на три дня, либо дать им команду держаться там. Вместо этого прождали 29 число и дали команду нашим добровольцам и Збройным силам Украины идти на закопанные российские танки. Я не удивляюсь поведению Муженко, Порошенко, это предстоит оценить суд. Я удивляюсь поведением сотен тысяч людей, у которых настолько перемешаны в голове все события, что они до сих пор не могут связать одно с другим. Теперь поехали дальше. Что заявлял у нас официальные лица, главный военный прокурор, что у нас заявил по поводу расследования. Я еще раз повторяю, я сейчас говорю как официальное лицо. Вы мудачье, я имею ввиду мудачье с Банковой, мудачье с Грушевского. Их обслуга, вы можете мне называть кем угодно, своих хихоньках, хахоньках, фейсбуках. Я сейчас говорю как народный депутат Украины. Которому люди доверили, нестя на всю грязь, которая на меня льется, это все контролировать, это все проверять. Вот официально докладываю. Заявляет Матиос, что парад, который проводился в то время, когда еще можно было остановить российские войска, когда еще не было окружения, что этот парад никак бы не повлиял на соотношение сил. На параде не было никакого батальона отовцев. Это его цитата. Только одна коробка, 10 на 10, и в ней всего 100 человек отовцев. Все остальные курсанты, это ребята, которые 3 месяца держали автомат в руках, и то разбирали и собирали их, они не умели стрелять. Я хочу даже не сколько обратиться, бесполезно обращаться к Матиосу, я хочу обратиться к людям. А добровольцы, которые пошли, блядь, под Иловайск, они меньше имели срок службы? Они в июне-июле пришли, вчерашние студенты, вчерашние врачи, вчерашние предприниматели. Они меньше имели срок, держав в руках автомат? Или генерал-полковник Матиос, блядь, который неизвестно откуда взял свои погоны, блядь, не знает, что стандартный срок курса молодого бойца, за время которого раньше всегда обучали человека, который только взял в руки автомат, составляет месяц. Насколько нужно считать народу Крыму за идиотов, блядь, что говорить, что 3 месяца курсанты, держащие автомат, и вышедшие в Киев, непригодны для того, чтобы оказать помощь хлопцам, которые под Иловайском ждали тогда и не дождались помощи? И насколько надо быть тварью последней в погонах, тварью псевдожурналистской, тварью волонтерской, псевдо. Я приношу прощения у честных висковых, у честных волонтеров, у честных журналистов. Я говорю в лобках, кавычках, блядь. Чтобы 4 года людям дурить голову, вот эти цитаты давая. 3 месяца курсант. Это не человек, который умеет и должен уметь держать в руках автомат. Поехали дальше. Цитата. Милицейские батальоны и добровольцы были неуправляемы. У них приказы отдавались по телефону. По функциям они действительно предназначены для зачистки и охраны общественного порядка после освобождения города. Но замысел командиров этих батальонов абсолютно не корреспондировал с замыслами ВСУ. Поэтому команд высшего военного руководства подразделения милиции иногда не выполняли. Я командовал батальоном национальной гвардии в 2014 году. Мои слова очень просто проверить. Хотя бы по визгливым хвалебным одам в мой адрес у Порошенко и прочих прочих. Посмотрите их в фейсбук ЗАВГУ 2014 года. Что они говорили. Лично батальон, которым я командовал, штурмом вместе с Сбройными силами Украины взял Лисичанск и взял Попасную. Мы зашли без единого погибшего, слегка ранеными, взяли и выполнили свою задачу в Иловайске в первый же день. Скажите, пожалуйста, мудачье, которое это говорит. Вы за 4 года после этого хоть отдаленно повторили хоть что-то, что сделали вчерашние предприниматели, студенты, небольшое количество висковых. Вы фейковые новости про взятие якобы серых зон здесь рассказываете нам, которые мы еще освобождали еще в 2014 году. Это ваше достижение. Кем были неуправляемы? Если батальоны были неуправляемы, покажите хоть одного комбата, который предстал перед судом. Проститутки информационные, обслуживающие генштаб и Порошенко, вам рассказывают сказки, что, дескать, я народный депутат, а мне нельзя предъявить обвинения? Да что за брехня? С народного депутата снять неприкосновенность вот так. Да просто одно дело брехать в фейсбуке, блин. Брехать по телевизору, когда я не могу туда выйти, и ни один из моих бойцов не может выйти. С Муженко, с Порошенко, с Матиосом. Матиос, где у нас блещет? На канале Медведчука, 112. Нам туда дорога заказана, да и мы не пошли бы. Почему ни один человек, якобы за неисполнение приказов, о которых говорит Матиос, не был привлечен к ответственности? Да потому что брешете вы. Вот точно так же брешете, как брешет Порошенко и Матиос. Теперь третий вопрос. А что это за три дня, которых не хватило нашим войскам, по мнению Верховного главнокомандующего, чтобы прийти на помощь Иловайску? Уж не 24-е ли это день парада, 23-е ли день перед парадом, и 25-го, когда вы бухали, бля, и свои звезды обмывали после парада, Муженко, Гилитей, вот этих трех дней вам не хватило бы. Очень похоже. При этом Матиос заявил, что украинская армия не ожидала такого вторжения. Вы что, идиоты? Люди отдавали налоги, предприниматели, обычные люди, все 20 лет. Обучали, бля, людей в военных училищах, в военных академиях. До этого люди при Советском Союзе, вон, деньги тратили на Муженко, который в Ленинградске пехотное училище заканчивал, командное. И вы хотите сказать, что миллиарды гривен были потрачены на подготовку людей, которые не ожидали от России такого вторжения? Люди, которые такое заявляют, считают на Орд Украины за полных идиотов. До этого же и Матиос, и Турчинов заявляли, что российская армия вторглась в Украину с 2014 года. Вторглась, а вторжения они не ожидали. А то, что до этого в секторе Д стреляли из-за границы и градами, артиллерийскими системами убивали наших войсковых, это ничего? То, что у нас Крым вторглась в Российской Федерации, это ничего? Да, очень логичные объяснения. Очень логичные. Теперь, пожалуйста, следующие фейки. Что у нас заявляет сегодня пан Муженко? Как обычно, заявляет, не имея ни офицерской чести, несовести, даже сесть рядом со своими оппонентами. Заявляет скупленных каналов телевидения. Заявляет скупленных олигархических ми. Я цитирую. Глава Генштаба допускает, что некоторые политики и бизнесмены были заинтересованы в штурме Виловайска в 2014 году. Я думаю, что такое влияние было. Я не могу привести какую-то фактуру вам. Я думаю, что есть достаточно компетентные органы, которые должны заниматься и иметь определенную информацию. Это одно. А второе, я знаю о том совещании, которое было у Корбана. Такая информация была. Была информация о совещании, которая была в Курахово. Эти вопросы рассматривались о важности критических объектов на территории Донецкой области. Определенные планы были под взятие на контроль Виловайска. Это был промежуточный этап за владением какими-то серьезными объектами. Возможно, ТЭС, возможно, какой-то другой объект на территории Донецкой области. Но насколько они повлияли, я сейчас не могу объяснить. Лучше спросить у тех командиров батальонов, бла-бла-бла. Я вам поясню. В 2014 году, когда думали, чем отбелить Муженко и Порошенко, после того, когда комиссия Верховной Рады четко назвала их виновными в Виловайске, была придумана конструкция. Куча фейков была запущена. В том числе фейк от некого совещания у Корбана, в котором комбаты, в том числе я там и куча-куча других, якобы получили деньги за вход Виловайска. За четыре года не было найдено ни единого доказательства этого бреда. И еще раз. У вас, у Порошенко, фракция в парламенте крупнейшая. Блок Петра Порошенко. Вместе с Народным фронтом это большинство. Вы назначили генерального прокурора. Вы назначили СБУ. Вы назначили министра внутренних дел. Почему мы требуем суда по Виловайску каждый год блокируем и делаем пикеты под прокуратуры? Почему вы, если вы рассказываете сказки о том, что кто-то получил деньги, вы не приводите ни одного доказательства? И имея всю судебную систему, все СМИ и все правоохранительные органы, вы не можете и боитесь выйти на суд. Почему мы не боимся? И скажите, пожалуйста, может ли быть у нас, главнокомандующим, генералом армии, командующим сбройными силами, человек, который заявляет такую вещь? Еще раз. Я думаю, что такое влияние было. Я не могу привести какую-то фактуру вам. То есть у человека нету фактов. Но тем не менее он делает все, чтобы люди, которым до этого в Фейсбуке или в медиа, продажные бляди, называющие себя журналистами, очень многие, я не про всех сейчас, и продажные бляди, называющие себя военными, я, упаси бог, не хочу оскорбить честных военных, вы понимаете, о ком я, о тем, кто лежит в задницу своему руководству, и вместо того, чтобы воевать, занимается, бля, их отбеливанием, бля. Так вот, скажите, пожалуйста, человек, который командует, который имеет погоны генерала армии и заявляет, что нет фактажа, а дальше начинает рассказывать о том, что он думает, что нужно обратиться в прокуратуру, он не знает, что за 4 года прокуратура никаких фактов подобных не привела. Кто этот человек? Это офицер? Это сплетник? Это базарная баба? И я за свои слова отвечаю. И, видимо, поэтому генерал армии Муженко за 4 года ни разу не пришел на заседание Комитета испытаний нацбеспеки и обороны, куда его сюда очень давно запрашивали. Еще раз. Мы, я в частности, мои боевые побратимы, мы требуем проведения суда по Иловайску. Если бы есть какие-то доказательства того, что нашими действиями руководствовала не команда, а анархия, не команда, а коммерческий интерес, вы, бляди, имеющие полный контроль над структурами государства, над судебными органами, над следственными органами, пожалуйста, почему вы так боитесь этого суда? За 4 года нас кормили сказками. Рассказывали сначала о том, что якобы мы проведем расследование. Потом начали в 2015 году рассказывать о том, что нельзя провести расследование Иловайска, нужно теперь разобраться аж с самого начала войны. Потом в 2017 году заявили, что виновные у нас только россияне. А конкретно замначальника генштаба генерал Богдановский Российской Федерации. У меня вопрос. Вы почему считаете народ Украины за идиотов? Генерал Богдановский спокойно ездит по Европе, бля. И никто его ни в розыск не ставит. И ваши обвинения, которые вы тут рассказываете, сказки мне, они смеются там. Да, россияне военные преступники. Вопрос. Кто ждал 23, 24, 25, пока беспрепятственно россияне дойдут до Иловайска и его окружат? Кто в это время пьянствовал, бля? В Киеве на параде. Кто сказки рассказывал, что мальчики, которые якобы 3 месяца не могут, после того, когда взяли в руку автомат, не могут освобождать нашу страну? Кто сказки рассказывал, вот сейчас я вам приводил примеры о том, что якобы 3 дня не хватило, чтобы спасти Иловайскую группировку. А другой упыль рассказывал, что у него уже 160 солдат было. А я вам больше скажу, во время первого штурма Иловайска, первого, приезжал туда прямо в многополие нынешний генеральный прокурор Украины Юрий Витальевич Луценко. Юрий Витальевич, вы помните, когда вы приехали, мы с хлопцами вытаскивали погибших наших с машины. В частности, моего заступника Юрия Литвинского, монгола. Хлопцев, которых убили только что, на наших глазах. Вы лично возглавляете прокуратуру Украины генеральную. Вы, слушая сказки о том, что добровольцы туда пошли самостоятельно, без приказа. О том, что были у нас какие-то якобы коммерческие заинтересованности. Вы сами не помните, что вы там были? Снимались? Вы чего молчите? А я знаю почему. Потому что с совестью те же самые проблемы, что у вышелоказанных персонажей. Почему это важно? Это важно, потому что после Ловайска был Донецкий аэропорт, был Адыбальцев. Это важно, потому что нам сейчас сообщают, что якобы у нас невозможно военным путем освободить нашу землю. Сейчас нам сообщают, что торговать с Россией это хорошо. А все это стало возможным. Потому что тогда, в 2014 году, добровольцы, к сожалению, боевой дух очень сильно прибили. О чем еще хочется сказать? Какие еще фейки я встречал? Фейки я встречал по поводу того, что командиры батальонов якобы бросили своих подчиненных и оттуда уехали. Ну, для чего это фейки распространяются? Прежде всего, для того, чтобы мои слова, слова других не воспринимались. Но только почему-то люди, которые распространяют эти фейки, они не могут сказать это в лицо. Они не могут и бояться суда. Я могу отвечать за себя. Я не буду отвечать за Юлию Герезу, за Андрея Тетярука. Мне ответить за себя сами. После того, когда мы зашли в Головайск, на следующий день, когда мы выполнили свою боевую задачу, я получил ранение. Это легко проверить. Да, это и проверили. Потому что, как потерпевший по делу, все документы, как военнослужащего, у меня полностью в Генеральной прокуратуре. Был опрошен, я насколько понимаю. И главврач был опрошен. Хирург, который меня оперировал. Были документы. И до сих пор у меня находятся под сердцем осколок. То есть у меня ранение под левую лопатку и два осколка в бедре. В любой момент я могу пройти экспертизу. И поэтому, к сожалению, после 18-19 числа меня не было во время основных событий. Если бы я был в это время, я думаю, что, возможно, история не имеет сознательного наклонения, я бы повел себя по-другому. Возможно, тогда, когда меня ранили, я не шел бы медленно к машине. Мы были тогда на передке, был Береза, было еще несколько человек. А я не показывал, что нам не страшно, обижал бы во всю прыть, потому что, возможно, тогда можно было этого избежать. Но мне не стыдно абсолютно. Я отец троих детей. И мне есть, что сказать, смотря в глазах своим детям. Не смотря на всю грязь, которую вы на меня вылили. Муженко, сплетник. Вам есть на чем сказать? Сейчас, пока вы защищены, защищены зонтиком из халуев, балаболов, верховного главнокомандующего. А что вы потом скажете, когда все это закончится? Так вот, я хочу сказать, что мне абсолютно не стыдно. И я до конца выполнял свой долг. И никого, к сожалению, после этого мы уже вытащить не могли. Я хочу сказать спасибо, поблагодарить сейчас всем тем людям, которые 28 серпня вышли в Киеве под генштаб и под администрацию президента. Я находился в больнице в Днепре. Егор Соболев и гражданские активисты находились в Киеве. Они вышли. Тогда туда потребовали и родственники хлопцев, и не бытужие громадяне. И потребовали от Порошенко, был Юрий Бутусов. Потребовали от генштаба присылки и подкрепления. И меня спрашивали сегодня, тогда, когда люди начинали штурмовать уже генштаб, они вывели меня по телефону из больницы. И я попросил ничего не делать, не рушить ничего, никого не бить, не избивать, не штурмовать. Правильно ли мы тогда сделали? Я не имею ответа на этот вопрос. Тогда мы все думали, что это наши офицеры, что это наши генералы, что это наш президент. Я не знаю ответа на этот вопрос. Возможно, нужно было поступить по-другому. Время уже этого не вернешь. Я хочу сказать спасибо тем людям, которые тогда вышли поддержать хлопцев. Не только вышли поддержать лично, но и в том числе сделали репост, помолились, да просто хотя бы думали о них. Я хочу сказать те вещи, которые политики обычно не говорят. Тем людям, которым все знали, но которым было все равно. Все равно до тех хлопцев, которые гибли тогда на Востоке. Будьте вы прокляты. И все беды, которые вы сейчас ругаете, власть, вы сами в ней виновны. Потому что власть ведет себя так, как вы это позволяете. Была маленькая прослойка, и она есть сейчас. Добровольцев, которые выходили на Майдане, которые начали стрелять, которые до конца, часть стала Небесной Сотней, часть стала добровольцами будущими на фронте. И в нескольких котлах боевой дух этих добровольцев убивали. И если бы народ, я не беру за тех, кто был, кто помнил, кто хотя бы просто молился и думал, если бы большая часть народа ценила своих добровольцев, такого бы никогда не было. А сейчас, я уверен абсолютно и в нашей итоговой победе, я уверен, что будет суд по Иловайску, но придется гораздо тяжелее. И пенять вы, те, кто знал и ничего не сделал, даже и просто не пожелал удачи, не помолился, не перепостил, не пришел, не потребовал, вы за все свои беды несете ответственность сейчас сами. Давайте заканчивать, потому что, честно скажу, болит, и оно болит, прежде всего, и будет, наверное, болеть до конца жизни, по поводу 28-29-го. Завтра в 18 часов на Михайловской площади Ассоциация жены матерей, организация жены матерей бойцов проводит акцию частной ликой. Мы соберемся все вместе и вшану ему, прежде всего, память о погибших, не только в Иловайске, и вшану ему матерей, дружин, семьи загиблых, перед которыми по-хорошему все мы должны стать на колени, потому что они родили и воспитали тех людей, которые не являются ни баранами, ни рабами, которым было всегда не все равно, и благодаря которым Украина сейчас, пусть в тяжелом состоянии, но она имеет шанс, которые остановили тогда Путина, которые остановили Януковича на Вайдане. Я вас всех приглашаю в 18 часов на Михайловской площади. И еще. Будет потом 29-е число. Я один из авторов закона проекта, по которому 29-е число признает День памяти. Есть просто две вещи, которые я вам хочу сказать. Во-первых, я против того, чтобы вспоминать о погибших и об их родственниках только один день в году, а потом про это забывать. Чем больше будут говорить матери, жены, отцы погибших, живых, наши хлопцы, которые сейчас защищают Украину, тем лучше. Поэтому я считаю, что чем больше таких Дней памяти, тем лучше. Те, кто приедет 29-го числа, тоже имеют возможность пообщаться с хлопцами, лавайском и прочим. Я скажу, хочу сказать свое отношение. И ответить на вопрос, почему за 4 года мы не смогли добиться суда. Ведь несмотря на то, что в их руках все самосы информации, Генштаб, прокуратура, Верховная Рада, правительство, СБУ, в наших руках с нами вместе были хлопцы, и есть хлопцы, которые представляют собой силу. Это хлопцы-добровольцы. И то, что я вам скажу, это будет ответом на вопрос, почему сейчас тысячи людей, добровольцев, сидят под тюрьмой. И почему, когда в 2016 году мы собрались на Крещатике, чтобы не допустить незаконного посадки в тюрьму Валентина Лихолита, Сайдара, ровно через два дня пришел генпрокурор и заявил, что он его выпускает, он ему верит. И, кстати, в течение двух лет ни одного обвинения, по сути, суда так и не было. В первом случае мы не смогли консолидировать свои усилия. Во втором случае мы были все вместе. Так вот, к сожалению, когда система начинает уничтожать те элементы, которые ей мешают, а пассионарии, добровольцы, майдановцы, она не убивает сразу. Вообще убивает только в редких случаях. Она покупает сначала. Покупает деньгами, покупает должностями, покупает причастностью к какой-то банде, команде, еще там чем-то. Помните, что говорил Кузьма? Что у нас заготовлены гроши, а кто не возьмет гроши пули, она немножко более сложная, но, в общем-то, выражает правильно. И очень многие сейчас, и ветеранские объединения, и волонтеры, многие, под контролем службы безопасности Аливерхата, в которой, к сожалению, превращается часть СБУ, вы, наверное, слышали, что если садят кого-то из ветеранов, особенно громкие дела, тут же очень многие волонтеры, которых мы раньше уважали, начинают кричать, что они все видели, они свидетели. Вы, наверное, видели, как добровольцы выходят на пресс-конференции с тем же Матиосом и прочее, прочее. К сожалению, добровольческое движение, которое сейчас практически распалось, оно полностью инфильтровано агентами олигархии. Очень многие люди, к сожалению, забыли, и о своем долге перед погибшими товарищами, очень многие люди забыли о том, зачем они выходили на Майдан, если они выходили на Майдан. Я говорю прежде всего о депутатах провластного большинства, участников АТО, которым я не могу достучаться 4 года, чтобы они поддержали создание, восстановление комиссии по расследованию Лавайска, которые голосуют за то, за что им предлагают голосовать фактически убийцы их товарищей, которые разворовывают страну. Они могут вам рассказывать долго и нудно, что они за народ, что они за добровольцев, но их отличить очень просто. Они требуют у убийц покарать убийц. Они, будучи сами частью большинства, имея какие-то льготы, делают все для того, чтобы виновные по Лавайску были не покараны. И такие же люди, есть и в том числе в среде ветеранского средовища, которые не стали депутатами. Я это говорю, мне это тяжело говорить, потому что я понимаю, что людям трудно понять, что не все те, кто прошел войну, они на самом деле потом ведут там праведную жесть. Они борются за страну. Очень многие борются за место надсмотрщика возле пана. Так вот, я не хочу видеть, как борьба за то, чтобы авторы котлов сели в тюрьму, за то, чтобы народ узнал правду, за то, чтобы матери, отцы, жены погибших хлопцев знали, что их дети, внуки, сыновья, мужья погибли не потому, что они в Махновске куда-то зашли, а потому, что был злочинный наказ. И самое главное, чтобы не было повторения больше, ни Лавайска, ни Дебальцева, чтобы армию возглавляли люди, которым будут доверять. Так вот, борьбу за правду подменяют запусканием шариков, подменяют прослушиванием песен и плясок хоров Сбройных сил Украины, автопробегами, гневными заявлениями. А сами, как последние бляди, выходят совершенно с завравшимся военным прокурором на пресс-конференцию и рассказывают о том, как они доверяют расследованию, как все хорошо, как что замечательно. Эти люди обычно не имеют проблем с доступом к СМИ. И это люди, которые, к сожалению, очень многие граждане Украины воспринимают как голос ветеранского средовища. Так вот, я не хочу участвовать в заполитизированных мероприятиях, которые проводят убийцы за кулисами и на котором стоят люди, чьих товарищей убили. И в четвертый раз, в третий раз подряд, в третий год, в четвертый год, потом будет пятый год, слушают, призывают президенту, расследовать, призывают президенту сделать день памяти. Я приглашаю всех прийти на Михайловскую площадь и 28-го числа, и 29-го. Забыть про все сейчас, про все то, что я сказал, потому что, в общем и целом, это те дни, когда нам нужна шануватая память, шануватая тех людей, которые вырастили и потеряли наших героев. но нам нужно помнить, что если мы не будем бороться за память, за свои права, за то, чтобы в конце концов у нас внесли ответственность и воры, и авторы котлов, то с каждым годом жить будет становиться хуже. Больше людей будет выезжать за рубеж в поисках лучшей доли. А здесь оставаться только те люди, которым, знаете, нужно просто поездить по ушам, которые будут слушать рассказы о наших победах, которых не было, и прочее, прочее. То есть, то же самое, что и делал Путин в России. Я не хочу, чтобы в Украине было место Украины Малороссия. Я хочу, чтобы была Украина. И я прошу тех людей, которые понимают, о чем я говорю, которые могут фильтровать информацию, критически мыслящих людей, пояснить на словах своим соседям, своим знакомым, что борьба за правду Павловайского и Дебальцева это не месть, это не политика, это единственная возможность дальше смотреть спокойно в будущее, не ожидая новых котлов, новых предательств, нового удара в спину. Ну и последнее. Я готов к дискуссии с любым котловодцем в погонах. Считаю и призываю их набраться смелости и выйти со мной, если вы сказки рассказываете людям, на дискуссию. И хочу сказать, сколько бы вы не врали, ваше время заканчивается. Ваше время заканчивается. И все, что вы вылили на нас, на добровольцев, мы отмоемся, потому что это дерьмо не наше, это дерьмо ваше. А вот как вы будете в глаза смотреть дальше, когда потеряете власть, а что вы будете делать после своей смерти, еще есть время у вас подумать. Большое спасибо всем тем, кто придет 28 18 часов на Михайловскую площадь. Большое спасибо всем тем, кто 28 сервня 2014 вышел, чтобы потребовать от государства спасения и помощи добровольцам. Я горжусь и я горжусь тем, что я живу в Украине и сколько бы говна на нас не выливали, сколько бы не было проблем, когда я встречаю одного из тех людей, которых я называю патриотами, гражданами с большой буквы, критически мышлящими людьми, когда мы жмем другу руки, обмениваемся парой слов, это все куда-то уходит. И все эта грязь и все эти рожи Верховной Раде. Я понимаю, что вот она настоящая Украина. У нас все будет хорошо. Я абсолютно в этом уверен. Просто нам этот путь предстоит несколько дольше, чем мы планировали. Большое спасибо. Уже сегодня много наговорили. будем заканчивать. Можете вопросы написать в комментариях. Я завтра либо после мероприятия на Михайловской площади, либо до выйду в эфир и отвечу на все вопросы. Пишите просто в комментариях. Все. Большое вам спасибо. Всем до побачи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...